Неудобств никаких нет. Всё делают ребята культурно, всё вовремя. И вывозится мусор хорошо. Воездное мероприятие с участием представителей администрации и депутатского корпуса начинается с контроля объекта на Колпакова-6. В многоэтажке по этому адресу ведутся кровельные работы. Технический процесс несложный, поясняют жителям в фонде капитального ремонта. Подрядчик планирует завершить обновление до 30 июня. Затем управляющая компания займётся восстановлением цоколя. Мы планово проводим выездные мероприятия по контролю выполнения краткосрочной программы 23-25. По Колпакову 6 вопросов нет. Там такие работы плановые, они понятные. Сроки и качество работ контрольная группа ЖКХ проверяет также на объекте неподалёку. Адрес Колпакова 1-24 в программу капремонта попросили включить сами жители. Они обращались в администрацию с вопросами о протечке кровли и промерзании верхних этажей. Работы на крыше начались практически сразу, но и это ещё не всё. Дом с интересным фасадом и просто обшить его утеплителем на штукатуре не хотелось бы. Поэтому мы, наверное, будем отдельно с фондом проговаривать вопрос по проведению работы, именно по восстановлению исторического вида данного дома, для того, чтобы и технически он был в исправном состоянии, ну и, соответственно, наших жителей он внешним видом тоже родом. Помимо этих двух объектов, в план капитального ремонта многоэтажек вошло ещё 149 домов. Все работы будут выполняться в рамках 2023-2025 годов. Анна Смирнова, Первоматичинский.